Ну что ж, и всем привет, с вами Вейджсов Сим, и сегодня мы продолжаем выживать на сборочке Аграриан Скальс, версия Майнкрафта 1.6.4. Ну что ж, поехали. Я тут опять книжку за кадром смотрю, но в общем, смотрите, что получилось. В общем, долго ли, коротко ли, нашел я, что за хеллфиши такие. Честно говоря, я уже не знал, что делать, я уже даже полез в креатив, даже заспавнил сильверфиш. Оказалось, что... Нет, не сильверфиш. В итоге, думал, ну ладно, дайте-ка я покопаю хотя бы что-нибудь. И не поверите, как только я начал копать вот это вот как раз что-нибудь, первая попавшаяся скала мне дала вот эти вот хеллфиши. Сейчас я вам слетаю, покажу, я просто хочу взять каблу на самом деле. Не знаю, на какую хрен я сюда спустился за ней, чтобы застроить потом дырку. Что-то фигню какую-то делаю. Так, все, поехали. Покажу вам, что за хеллфиши. Я просто уже заснимать решил не то, что не надо. Быстренько убью эти 10 штук, ну и хрен бы с ними. Ну и сейчас я вам покажу, где они у меня находились. На удивление, я не знаю, ребят, просто вот решил копать здесь. И все, не более того. Просто вот пошел сюда копать. И вуаля, вот эти твари. Вот эти хеллфиши. То есть можно, в принципе, я не знаю, может сбоку есть они еще или нет, конечно. Может быть мне действительно повезло, а может быть в этом аду вообще копать ни хрена нельзя. Я не могу сказать это стопроцентно. Но тем не менее, их я нашел, их я убил. И за это я получил... Ну-ка, может... А если здесь копнуть? Просто я тогда вообще боюсь в аду копать. Не, видимо мне там реально повезло. Я уже даже молот сделал, думаю, ща, прокопаю себе, не знаю, тоннель. Нет, смотрите, мне наверное действительно повезло. Там, кстати, вот реально копаешь, 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 сплошные хеллфиши. Здесь ни одной фигня какая-то. А, да. Я еще самый главный... Ой, вот, все, понеслась. Понятно, все, до свидания. В аду, короче, копать это вообще наркомания. По крайней мере на этой сборке. Что хотел сказать? А, в общем, почитал я, что такое хеллфиш. Ну, на телефоне что-то после серии. Думаю, дай-ка посмотрю. Не знаю, почему на телефоне. А, на кухне был. О, почитал там. Хеллфиш добавлен модом Незер Ор. Который добавляется в кипе с модами термал экспэншн. Ну, это аддон, естественно. Ему можно и не добавлять термал экспэншн. Дальше. Майнфактор релоудит и тому подобное. Сейчас еще термал дайнэмикс появился. Отдельный мод. Который чисто по трубам. На 1.64 пока что это термал экспэншн. Все идет. И, соответственно, там. Там и появился этот самый хеллфиш. То бишь, это чешуйница ада. Она с большой вероятностью спавнится рядом с ресурсами. Ну и с малой вероятностью где-нибудь еще. То есть, кстати, я последний раз копнул. Там реально резцы были возможны. Из-за этого она там и заспаунилась. Так, кроме того. Кроме того, у меня есть квадрипл земля. 100 штук. Я уж не стал переделать. Потому что у меня и так земли уже не осталось. Почти нихрена после этого квадрипла. Ну и кроме того, как я уже сказал. Я доделал квест с мобами. То есть, вот у нас квест с мобами. Забирам награду. Вот это вот я не знаю, когда откроется. Но тут уже издевательство какое-то. До сих пор закрыт. Так, for the holding. А да, еще вот это. Ну пофиг какую, любую. Все, здесь у нас тоже все комплит. Ну это вы помните в предыдущей серии. Мы сделали и выкинули все награды. Так, здесь, 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 здесь. Ну здесь вроде все у нас открыто. Закрыто только что-то со льдом. Что? Понятия не имею. Видно будет. Да, еще знаете, что самое интересное? Машинки из... Понятно, спасибо. Камень путешественник. Это из Томкрафта же, по-моему. Да. Машинки из Thermal Expansion очень даже хорошо умудряются манулиновые топоры чинить. То есть, вот смотрите. Сейчас у него двоеточие 2. Двоеточие. Странно, 2. Слушайте, ну тогда, наверное, я вам наврал. Что я не чинец. Не чинец я ни черта. Ладно. Нет, так нет. Ничего такого страшного в этом тоже нет. Итак. Итак, и так, и так. Таумкрафт. Мод, к которому я просто на пущенный выстрел, честно говоря, не хотел подходить. Если пчелок я не знаю, то Таумкрафт я, по-моему, уже слишком много знаю. По крайней мере, этот старый Таумкрафт. Новый вот не знаю, кстати говоря. Что печалит. И что не так? А, тхум. Я такой смотрю и думаю, как так-то? Ничего-ничего нету. Так, ну и рецептов у нас, естественно, тоже нету. Ничего, потому что тут не стоит как он называется-то. Короче, дополняш для Таумкрафта. Итак. Визор Стив. Визор Стив. Нам надо сделать алхимическую конструкцию, алхимическую печь, алхимическую центрифугу и перегонный куб. Хорошо. Осталось понять, как их делать. Алхимическая печь. Тигель, куча магических камней и печь. Логично идите твоего налево. Нет, смотрите, есть какие-то рецепты. Говняненькие, правда, ну да ладно. Да. Так, ладно, магический камень у меня есть, аж 58 запаса. Печунья и Тигель. Тигель, 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 Тигель. Тигель это у нас обычная железная конструкция, на которую жамкнули котелом, по-моему, по-нашенски. Да, только через ее. По которой жахнули палочкой волшебной. Волшебной палочкой можно, в принципе, абсолютно любой, даже разряженной. Найс. Это что, оно у меня включено, что ли? А, не, выключено. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Дальше мне нужно печь. Печь. Печь есть. Соответственно, вот так, вот так и не так. Почему не так? Потому что, скорее всего, на это все нам надо будет, нам потребуется аспекты. Ну, точнее, висы. Или как они там называются? Помот вот так как-то делается. Ха! Железная палка? Ох-ох-ох-ох-ох-юшки! А, не, все правильно. Фу. Что-то я аж это... Химическая печь. Есть. Алхим-конструкция, алхим-центрифуга, перегонный куб. Фильтр-то я чем делать должен? Судя по всему, с зопницей. Угу. И силка, и два золота. Ладно, с зопницей мы ничего делать не будем. Нить. Проблема в том, что нити у нас мало. Надо посмотреть, как она делается. Ага. Хорошо. Можно катанно, если что, сделать. Будут у нас нити. Ух ты ее! 9 тысяч. Это нормально. Фильтров нам надо будет много. Сейчас я докину все, что у меня было обратно. На все, пожалуйста. Спасибо. Не очень-то много, но хоть сколько-то. Так, и два золота еще бы. Как же неудобно, когда солнце в шаре светит. Да, блин, золото. А жолото, жолото, жолото. Обалдеть, конечно, стоимость фильтра. Идем далее. Еще золото, ведро и железо. Железо есть. Ведро. Наверное, лучше сразу два. Правда, у меня фильтр один. Это печально. Так, что-то типа так. Я не помню, куда золото ставить. правый верхний угол. И у нас не хватает аспектов. Естественно, потому что палка просто убогая. Палка убогая. Нет. Блин, а я как назло все полурубал. Все спаунеры свои. Ну, кроме одного. который, по сути, мне сейчас не нужен. Давайте я сейчас до второго загоняю. Пока до второго сгоняю, в первом появится. Точнее, пока до первого сгоняю, во втором уже появится. Че, ничего не появилось, что ли? Эй, ну зачем так? сойдет. Здрасьте. Из вас, кстати, Игни. Или как он там? Игнис. Да, Игнис. Сыпается в большом количестве. Есть еще можно кальмаров подолбить из них. Вода сыпется в большом количестве. Нам, насколько я знаю, достаточно палку держать на ход баре. И она будет заряжаться, соответственно. Как-то так. Пойдемте, кальмаров поубиваем еще. Что у нас тут? А, да, кстати, смотрите, у нас иногда еще и жимчик попадается. Я вроде сюда жимчик не скидывал, значит, это рыбак нарыбачил. Что я там налутал? Херня, 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 херня. Надеюсь, из них хоть что-то выпало. А то и бесполезно плавал тогда. Просто заинтересовало, что будет, если его разлить. Это вот ведро. Так, что у нас по палкам? Хватат? Хватат. Правда, один, наверное, только хватит, да? Так, и мне надо опять сейчас выставить рецепт. рецепт. Как-то так, по-моему. Ага. Даже, блин, запомнил. Аэра не хватает. Пока что с очками полетаем. Я просто не знаю, есть ли Аэр в моем доме, на моем доме. Так хотя бы и видеть буду. Что я выкачиваю? Сколько еще осталось? Да я бы, так как... Ну, логично вообще было, да? Это я тупой. Убью я, надо убью когда-нибудь. так, все отлично. И вот интересно, а сколько чанков? До сюда, наверное, много. Не буду. Не буду подгружение включать. Может быть, там чисто поставить подгрузку чанков. Не знаю, посмотрим. Покачиваться, не знаю, как лучше. Ладно, я не совстановился, это хорошо. Просто буду иметь в виду, что он сосет по три аспекта за раз. Это не круто. И так, палочка. Палки вообще, на самом деле, дикие и неприятные. Тем, что они выкачивают под ноль. так, но у меня осталась еще алхимическая центрифуга. Чего я помню, как она делается. Это для разложения аспектов на какую-нибудь элементарщину. Сейчас, секунду, надо подумать. Так, алхимическая конструкция. Нам нужна доска. Доски великого дерева. но это опять, видимо, у нас. Хм. А вот это уже интересно. Я бы сказал, интересно и тупо. Я не могу сделать центрифугу и алхимическую конструкцию. Потому что для нее нужны доски великого дерева. пока что. Но я, в принципе, могу поставить себе вот этот переработчик алхимический. Центрифуга, значит, будет позже. Так, а что насчет труп? ртуть, железо, железо, золото. Ну, в принципе, сойдет. Где мы все будем ставить? Где бы я не ставил, главное, чтобы у меня один был джетпак мой. Чтоб тебе черти драли. Так, камень. Знаю, где-нибудь, наверное, надо, чтобы здесь все это стояло, соответственно, где-то здесь. Сейчас соображу. Так, если я хочу, чтобы банки стояли, допустим, здесь, то сама конструкция, ну, будет, значит, тоже здесь, в этом же ряду. Алхимпич. Правда, я не знаю, наверное. Ну, пусть где-то вот так вот. Дальше Олембики, Эрис, 2. Даже не знаю, нужно ли мне их два. Слушайте, а вот что у нас с големами, в особенности даже не с самими големами, меня интересуют их сердца управления. Эй, я случайно нажал. Заливка использования алхимии. это нам зачаровать придет все равно в любом случае. Для этого нам надо банка и так далее. Сердце голема заливка. кидается ваку и вакуус. Вот такую хренатиньку. А само, сама нулевка как делается, все понятно, как она делается. Сердце сбора. Ладно, ладно. Теперь нас интересуют банки. Как делаются здесь банки. Куча стекляшек и дубовая плита сверху. Почти попал. Пом 7 надо. Ну и соответственно давайте наверное это я выложу на этом верстаке. Ну просто чтобы он не мешался. вообще я всегда обычно 2-3 верстака держу специально. Это удобней. Так. Единичка а так единичка. Что типа меньше единиц не получается никак. 1 1 Ладно, хорошо. Так пусть будет 10 штук. Теперь что нам надо. Мы должны не просто так сейчас все делать, а уже начать зачарование. Соответственно для этого нам нужен саженец великого дерева. Награду мы получим великое дерево и серебряного дерева. И уже париться особо не будем по этому поводу. Но для этого зачарование нам надо 128 арбора аэра аквы и так далее. Давайте смотреть что у нас по арбору. По арбору у нас доски. Там кроме арбора нет ничего. Берем 4 потому что зачарование опасное. опасное. Так мне нужен ME интерф 2 ME труба. М точная труба. И точная да любая короче экспортирующая труба. Основная тоже подойдет. вот она сконфигурирована. ее возьмем чтобы просто место не занимало и все. Что я хочу? Я хочу подвести постоянно чтобы у меня был уголь моей печеньки. самое интересное написано что сконфигурирована но она пустая. Что же в ней сконфигурировано тогда если она пустая? Странный ты applied. Так все это есть дальше мне надо уголь. я очень надеюсь что она через верх не пойдет потом. Так воронка и сундук. Ну воронка и сундук. Сундук я думаю деревянный тут подойдет. можно не выпендриваться сильно потому что смысла особого нет. Если я такое огромное количество вещей туда буду кидать ну тогда я и поставлю наверное алмазный сундук. А пока мне аспекты все отлично все остановилось. Аспектов не так уж много. Да и те аспекты которые будут они все однотипные поэтому пусть будет так. Так поехали. Каждый алембик хранит по 32 аспекта. банка хранит 64 аспекта соответственно. Так нам пока вот это не понадобится. Все пошел пережигать. Аспекты накапливаются. В алембиках я ни хрена не вижу естественно. арбор 1617 ну короче здесь стак арбора получается будет храниться. Помимо арбора что нам еще надо? Сейчас откроем даже сильвер будет можно сделать но смысла особого нет. Так 128 давайте аэр еще посмотрим что у нас дает ну вообще конечно я не совсем правильно делаю то есть все 6 аспектов мне нужны основные мне надо найти теперь где эти 6 аспектов в чистом виде содержится аэр в этом тростнике вряд ли перьях валатус там еще ну валатус между тем можно попробовать в смысле алембик фул так я не заливая я выливаю еще дурак что кошмар так валатус перь перьем 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 аэр валатус так 2 стака запас запасом все надо делать запасом потому что это опасное зачарование оно у меня будет через жопу естественно идти потому что я жутко везучий человек так арбор 1 2 арбор пошел давайте дальше аква аква тоже из тростника слушай тростник похоже вообще манна небесная для нас была бы это что это не глина это похоже ой другая глина минеральная или как она там называется не минеральная кстати говоря а глинта у меня и не исследована а в ней полюбас должно быть эта хрень я вспомнил что я просрал свое это око когда шарахнулся вниз так кого мне там надо мне надо стекло лупы нет о два стака глины идеально вообще странная на shift нажал он не забрал ничего страшного а второе лень ой болит биг банка вторая заполнена все замечательно все идет все отлично два стака это четыре стака что ли у меня будет такого латуса это много так хорошо воду и землю мы нашли что у нас дальше блин уголь что ли но там потенция надо будет посмотреть как уголь лучше абсолютно одинаковые так а что там еще мне предлагали на игнис а еще этот обсидиан дать уголь один стак опять арбор полный сколько там 52 так все хорошо идем далее игни у нас тоже есть какой еще аспект остался орда наверное и пердиц урда в свинце ну подумаю терра уже есть булыжники булыжник да булыжник дает чистый по вам пердиц его нет черт побери вообще что никто теперь не дает чистый точнее не давал это сейчас он дает в 1.7 и так далее не мне желательно именно чистый ладно давайте посмотрим свинец замучаюсь я с металлумом чувствую я ну и два стака каблы тогда что еще делать то так у нас сейчас в разнобой пойдет вода и зелень это нам сейчас арбор слить надо это же не весь арбор ровно 30 точно не весь арбор короче называется увижу я уже в другой жизни судя по всему ну и собственно вот так вот мы сейчас будем собирать вот эти все ресурсы для того чтобы наконец-таки сделать себе веточку этого дерева так сколько вообще нам надо 6 ведер сребролист огненный жемчуг хера себе накидать то надо обалдеть вообще херба и гниспермутацию и проекантацию а за что мне такая тяжелая участь течет течет не понял арбор пошел сожалению тоже не весь арбор выйдет ну хотя бы как-то так ладно это это мне надо понять еще как все это делать нет в смысле как это все делать я понимаю я имею ввиду это мне надо аспекты приготовить для этого то есть допустим огонь пермутацию херба и проекантацию пиндец рецепты конечно херба из саженца чистая или херба у меня получится из саженца очень нечистая а проекантацию хорошо откуда я могу взять эндер жемчуг но самое элементарное это эндер жемчуг как раз таки слушайте кстати мне что-то про эндер жемчуг заговорили мне интересно стало мне по идее сейчас уже запасаться должны 46 эндер лили уже в запасе между тем блин не знаю что на все разбегаться это тупо надо одно доделать какие-то приготовления а потом уже бежать на другое иначе я просто путаться буду так 32 ну и к сожалению естественно не херба пошла вот херба херба осталось поедей 2 да все так оказывается как я далеко ставлю я то думал я рядом с собой поставить эту хрень хотел а не тушки не тушки 60 60 так все это у нас что это у нас терра так знаете что давайте все таки что то уже другое а не 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 все все на сегодня уже надо заканчивать что я засмотрелся маленько заигрался точнее с этой серией пора уже заканчивать я уже за кадром ребят подготовлюсь я надеюсь помимо этого мне надо будет еще за кадром подготовить вот для вкидывания в котла всех вещей ну а в следующей серии мы уже продолжим надеюсь что как раз таки будем с очарованием заниматься ну а на этом собственно все с вами был Witch of Sin это была игра Minecraft сборочка агрария с версией Minecraft 1.6.4 не забывайте если вам нравится мое прохождение и вообще летсплей ставьте лайки подписывайтесь и конечно же комментируйте это очень помогает развитию канала на этом все всем спасибо всем пока